Итак, мы начинаем наш вебинар. Напишите, пожалуйста, в чат, видите ли вы экраны, все ли в порядке со звуком. Меня зовут Екатерина Попова, я сотрудник отдела SAPR компании PSS Gritech. И сегодня в рамках вебинара мы обсудим приемы координации модели в Revit, а также некоторые особенности, которые появились в версии Revit 2020. Так, как вот наш план занятия. Сначала мы рассмотрим теоретические основы, понятие базовой точки, точки съемки, также понятие внутренних начал координат и рассмотрим функцию отсечения точки. Затем разберем базовый способ координации и обсудим, почему в версии Revit 2020.2 он больше не работает. А также рассмотрим альтернативные способы координации и их ограничения. В конце проверим результаты координации и я отвечу на ваши вопросы. Вопросы можно присылать в чат. Итак, перейдем к теоретической части. Можно сказать, что в модели Revit присутствуют три системы координат. Первая – это система координат трехмерной модели. Она задается внутренним началом координат. Это точка, которая не может быть изменена или передвинута. На рисунке вы видите две стрелки в отображении скрытых элементов. Это как раз элементы внутреннего начала координат. В версиях Revit до 2020 данная точка была видна только на виде стрелки при включении отображения скрытых элементов. Также в Revit присутствует точка съемки, которая отвечает за абсолютную систему координат и передает координаты реального мира в пространство модели. При импорте внешнего файла данной метапосъемки данная точка автоматически перемещается в точку нуля съемки. Обычно в точке съемки назначаются координаты какого-то известного объекта, например, угла здания, либо пересечения границ участков. И обычная практика не назначать вручную координаты точки съемки, а именно передавать их из внешних файлов, чтобы избежать каких-то сложностей, изменений в системе координат проекта. И последний элемент — это базовая точка проекта. Она задает начало модели. Обычно она располагается на пересечении осей 1а и размещается внутри в начале координат. Вот это общая практика. В положении базовой точки вычисляется относительно точки съемки, то есть когда точку съемки перемещают передавки координат реального мира, координаты базовой точки проекта изменяются, несмотря на то, что сама точка оставалась неподвижной. Базовая точка задает относительную систему координат, в которой уже располагаются элементы модели. Также для точек Revit предусмотрена функция отсечения. В некоторых источниках данную функцию называют закреплением, но это не совсем корректно. Для закрепления в Revit существует отдельная кнопка, которая позволяет не двигать закрепленный объект. Это именно отсечение, клипт в английской версии программы. Таким образом обозначается эта функция, когда значок скрепки выглядит вот так, точка отсечена, когда он перечеркнут, точка не отсечена. Что это дает? Отсечение точки позволяет перенести систему координат относительно модели. Перемещение точки в неосеченном состоянии позволяет изменить ее положение внутри системы координат. Определение взято с базы знаний Autodesk, оно не совсем понятно на привеотправщике, поэтому сейчас мы рассмотрим, как это работает в файлах Revit. У меня подготовлены два одинаковых файла. Один в 18-й версии Revit, другой в 2020-й. Я сейчас настрою это морожение элементов рядом. Секундочку. Так, у нас слева располагается версия 2018 года, справа располагается версия 2020 года. Перед началом работы нам нужно настроить видимость элементов, которые мы хотим настроить. С этого перейдем на панель свойств, параметр переподеления видимости графики. Нажмем кнопку «Изменить» и здесь развернем слиток генпла и найдем базовую точку и точку съемки. Поставим для них чип-боксы, чтобы сделать элементы видимыми. Нажмем на кнопку «Ок». В пространстве модели появились контрольные точки. То же самое проделал 20-й версии Revit. Приопределим видимость графика. Откроем генплан. Здесь мы видим, что появилось также включение видимости внутреннего начала координат. Вот это нововведение 20-й версии Revit позволяет теперь отображать внутреннее начало без построения дополнительных опорных плоскостей. Нажимаем на кнопку «Ок». Вот мы видим три элемента, появившиеся в пространстве модели. Итак, разберемся с отсечением. Выберем точки. С помощью инструмента фильтра поставим базовую точку проекта. Сейчас точка находится в отсеченном состоянии. Если мы зададим ей координаты, то вся модель перемещается вслед за точкой. Если мы отключим отсечение, то при задании новых координат точка перемещается сама по себе, модель остается неподвижна. Общей практикой ранее было в отсеченном варианте точки задать ей координаты относительно точки съемки и, в общем-то, получить корректную модель, готовую к использованию. Однако, в 2020-й версии Revit произошли некоторые изменения. Если мы сейчас здесь выделим базовую точку проекта, то увидим, что у нее отсутствует символ отсечения. То есть, в любом случае, если мы будем задавать координаты точки, оно будет перемещаться независимо от элементов модели. То есть, Revit 2020 требует нового подхода к заданию координат точки. Как это можно сделать? Я расскажу о нескольких способах. В 2018-го года можно закрыть, она лучше не понадобится. Итак, в Revit 2020 повернем точку во внутреннее начало, сбросим ее координаты в ноль и рассмотрим первый способ координации с помощью файла TACAD, в котором подготовлены координаты точек. У меня подготовлены два таких файла. здесь точка съемки располагается в нулевой точке координат файла и есть план здания, который смещен на определенное расстояние от начала. Также к нему применяем угол поворота. Сейчас мы можем узнать координаты точки пересечения осей 1А. это 220 метров, 185 метров и 10 метров по оси Z. Отмечу, что единица измерения данного файла метр. Итак, вернемся в пространство модели Revit. И с помощью функции вставить перенесем файл CAPPER файл с фотоосновой в пространство модели Revit. Выберем наш файл. Генплан вариант 1. В качестве цветов сохраним. Красный цвет с собой хорошо видеть файл. По единице выберем метры. Размещение вручную, потому что файл достаточно велик, чтобы было комфортнее разместим его вручную. Нажмем кнопку открыть. Происходит подгрузка внешнего файла. Итак, мы видим элементы. Переместим план, чтобы он был максимально близок к существующему пространственной модели. И затем с помощью инструмента переместить совместим пересечение осей 1А и выполним поворот, чтобы планы полностью накладывались. Мы совместили два плана. Теперь выберем файл AutoCAD. И на панели свойств найдем параметр общая площадка. Кликнем на кнопку и здесь выберем чекбокс получить общую систему координат из геймплана вариант 1. Согласуем элементы. мы видим, что точка съемки переместилась. Если достаточно отдалиться от вида, мы найдем ее совпадающей с нулем импортированного файла AutoCAD. Также мы можем изменить ориентацию вида, выставить ориентацию истинный север и мы увидим, что файл повернут точно так же, как это было сделано в файле AutoCAD. Такой способ работает, но он имеет свои ограничения. Дело в том, что если расстояние между точкой съемки и базовой точкой проекта превышает 33 километра, такое расстояние оказывается слишком большим для программы, она обрабатывает его некорректно. Мне подготовлен другой геймплан. В данном случае пересечение осей смещено на 34 километра от начала координат. Вы можете видеть координаты внизу экрана. Теперь мы удалим импортированный ранее файл. Даже так мы отменим действия, которые совершали ранее. И удалим импортированный файл. Попробуем импортировать файл с большим расстоянием между точками. Сведать саппорт. Геймплан вариант 2. Открыть. Привет сообщает нам о потенциальной ошибке. Согласимся с данным вариантом. Мы видим фрагмент файла, появившийся в окне, однако если сейчас мы должны кнопку закрыть, то файл найти не удастся. Привет основа сообщает об ошибке, то есть геймплан с таким большим расстоянием импортировать не получится. Можно пользоваться другим способом. Приблизимся к базовым точкам проекта, временно скроем точку съемки методом. И затем перейдем вкладку управления. Здесь в разделе местоположение проекта выберем функцию указать координаты точки. Выберем базовую точку проекта и зададим координаты в миллиметрах. 34 километра направление север-юг, столько же направление восток-запад и отметку 10 метров по оси з. Также зададим угол 30 градусов по сточному направлению. Нажимаем кнопку ОК. Снимем временное вскрытие элементов. Если мы снова значительно удалимся от точки, то сможем обнаружить перемещение точки съемки. И координаты 0, координаты базовой точки проекта 34 километра. Теперь выполним экспорт данного вида в автокад, чтобы проверить корректность, поскольку смещение точек одинаковое, виды в плане должны совпасть. Выберем истинный север. Также при таком большом расстоянии нужно включить показ подрезки вида, чтобы экспортировать экспортированный файл был немного меньше. Включим подрезку вида, немного ее уменьшим. Перейдем на вкладку файл. Выберем экспорт, формат саппорт ДВГ. Настроим экспорт в единицах и координатах оставим миллиметры, однако координатный базис выберем общие координаты. Нажмем на кнопку ОК. Далее снимем экспортирование внешних видов как внешних связей. Сохраним папку проекта ЛДВГ. Происходит экспорт, это может занять некоторое время, так как большое расстояние между точками. Ревит предупреждает нас, что файл слишком велик для экспорта, но это не означает, что экспорт не произведен, файл уже готов. Нажмем кнопку обмена, перейдем в AutoCAD и в файл с большим расстоянием между точками вставим как ссылку экспортированный из Ревит ДВГ. Открыть. Точка вставки задается автоматически. нажмем кнопку ОК. Мы видим, что в пространстве модели появился также внешний файл. также мы можем проверить корректность данной работы в NevisWorks. Перейдем в пространство модели и добавим сюда два файла. Один из них это геймплан с расстоянием между точками 34 километра, а другой файл рейл. Сохраним перед этим изменения зеленые в проекте. Итак, NevisWorks добавляем файл с сохраненными изменениями в файл Revit. Продолжение следует... Загрузка проекта может занять некоторое время. Продолжение следует... Итак, модель Revit экспортирована в проект NevisWorks приблизимся к объекту и также добавим файл геймплана в формате .dbg Мы можем видеть, что в координатах данные файлы отобразились корректно, однако для файла AutoCAD несмотря на то, что координаты элементам были заданы верно, высотные, метка была задана 10 метров, они не пересекаются с Nevis. Это дополнительный вопрос, который надо будет рассматривать отдельно. Итак, мы познакомились с особенностями работы с базовой точкой по 20-й версии Revit. В итоге вебинара в том, что теперь невозможно работать с отсечением базовой точки, мы можем использовать другие способы. Задание координат из внешнего файла из файла DWG работает при том случае, если между базовой точкой и началом координат проекта менее 33 километров, более универсальный способ это задать базовые точки координаты с помощью инструмента с панели управления. На этом у меня все по материалам. Я готова ответить на ваши вопросы. Пишите в чат. да, возможно, но при запросе координат точки, вопрос поступил, что во втором файле AutoCAD координата Z была 0, но если мы сейчас проверим, попросим координату. А, да, верно. То есть нужно отслеживать момент правильной передачи координат или правильного задания координат Z в плане. Извините. Вопрос в 2019 варианте с подложкой BDVG работает по такому же принципу. Да, по такому же инструменту для импорта файлов внешних с геодезией такие же. может быть, еще какие-то вопросы? Итак, если вопросов больше нет, всем спасибо за внимание, спасибо, что присутствовали на нашем вебинаре, до новых встреч. Спасибо. Спасибо. .